Всем привет, дорогие зрители моего канала, меня зовут Павел, мы продолжаем прохождение игры Secrets File Stunbusco. В предыдущей серии, собственно говоря, мы попали на Кубу, в город Гаванна, столица Кубы. Мы, собственно, попали в эту лечебницу для поисков Мануэля Перриса, но, судя по всему, его самого и не нашли. Теперь нам надо было узнать, где он. Так, давайте разбираться, что да как вообще. Приветствую. Да. Давайте спросим у него насчет Перриса. Я слышала, что человек по имени Мануэль Перрис исчез из этого заведения. Серьезно? А я и не заметил. Он был пациентом? Да. Неужели вы бы не заметили, если бы кто-то исчез отсюда? Да, я бы действительно заметил. Но я ведь здесь не круглые сутки нахожусь. А ночной смены разве нет? Нет, не думаю. Если вы вдруг увидите его, сообщите, пожалуйста, мне. Хорошо? Если я его увижу, я приведу его обратно в больницу. Это был официальный ответ. Неофициально. Да. Я вам сообщу. Спасибо. Так, хорошо. Оставляю вас... Так, насчет Перриса он не знает. Да ладно. Вряд ли он теперь меня услышит. Неважно. Свою роль он уже выполнил. Ну, как скажешь. Так, сейчас ничего нету. Жаль. Если мне удастся правильно приспособить холст, в следующий раз дверь не закроется. Оказывается, все-таки мы не зря это сделали. Так, ну ладно. Теперь пойдем спросим насчет Перриса у медсестры. Все танцуешь, любезная? Простите, можно мне еще раз вас побеспокоить? Ну, конечно, дорогая. В любое время. Мне не помешает немного отвлечься? Так, насчет видеокамер давайте спросим. В палате Мануэля Перриса ведется видеонаблюдение? Оно сейчас включено? Кажется, да. Шарли Руа установила там камеру. Вернее, приказала ее там установить. А где-нибудь можно посмотреть видеозапись? Конечно. Это вполне можно сделать на пульте охраны. Можно мне туда пройти? Нет. Мне нельзя туда никого пускать. Ну же. Вы ведь у меня в долгу. Простите, у меня все равно нет ключа. Ключи есть только у Рамона и начальницы. Хорошо. Так, а насчет самого Перриса? В палате Перриса пусто. Где ваш пациент? Пусто? Что значит пусто? Это значит пусто. Там никого нет. Ни единой живой души. Тишина и покой. Одним словом, пусто. Этого не может быть. А доктор, она же убьет меня. То есть вы действительно не знаете, где сейчас Перрис? Нет, я... Рамон! Да? Где Перрис? А что? В палате его нет. Так где Перрис? Его нет. Я уже сказал доктору. Она обо всем позаботится. Позаботится? А потом и о нас тоже позаботится. Не думаю, она мне показалась вполне спокойной. Не бойся, ничего не случится. Я пока сменю пациентам постели. Давно мы уже им белье не меняли. Поговорим после работы, ладно? Да, обязательно. Простите, я не знала. Вы сами все слышали. О боже, помоги нам. Черт, я пролетела тысячи миль. И все это только для того, чтобы увидеть, что Перрис исчез. Но я так просто не сдамся. Не мог же он просто раствориться. Ну да. Ладно. Разминайте этот... Так. Там суетится Рамон. Сабрина четко дала понять, что он не должен меня увидеть. Хорошо. Странно, конечно, что Перрис исчез. Хотя, чему тут удивляться? У нас тут есть... И другие личности, которые заставляют удивляться не меньше. Ну да ладно. Так. Как я понимаю, это у нас Рамон. Ты что там выбросил-то? Контейнер полон грязного белья. Ладно. Кстати, насчет двери. Как вы видели, мы удачно закрепили портрет, и дверь не закрылась. Потому что открывается она только изнутри. Но нам повезло. Так. Давайте осматриваться. Самая последняя модель. Интересно, это тоже оплатил Масима Гартуза? Все возможно. Так. Камеры. Здесь можно вести наблюдение за каждой камерой. Только некоторые мониторы едва мерцают, а некоторые вообще выключены. Ну, хорошо. Надеюсь, то, что мы хотим увидеть, здесь находится? Там туда-сюда бегает Рамон. Мне лучше избегать встречи с ним. Ну, ладно. Так, что у нас за картина такая? Одноногий пират. Наверное, потерял вторую ногу в морских сражениях. На его плече сидит кот, а на голове кота попугай. А в верхнем углу художник увековечил паука. Какая странная картина. Не говорим. На плече сидит кот, на коте сидит попугай. Ужас. Старый домашний сейф. Так. И как мне открыть этот замок? Может, мне удастся найти здесь что-то, что подскажет мне верную комбинацию? У-у-у. Я так понимаю, что на угад нам не получится открыть его. Так, ладно. Нам дали подсказку. Так. Ну, это, собственно, здесь предыдущие события. Ранее в игре. Так сказать. Сейф. Внимательно рассмотрите картину и особое внимание уделите количеству ног, изображенных на ней. Ног. Так. Что у нас там было-то? Еще раз. Одноногий пират. Наверное, потерял вторую ногу в морских сражениях. На его плече сидит кот, а на голове кота попугай. А в верхнем углу художник увековечил паука. Какая странная картина. Так. Ну, есть у меня одна мысль. Давайте попробуем. И как мне... Один. Четыре. Два. Два. Восемь. Восемь. Интересно. Откроется ли сейчас сейф? Отлично. Я гений. Подписанные видеопленки. А Карлос. Эс Санчес. Эс Мартинес. О. Мануэль Перрис. Вот оно. Надеюсь, это мне поможет. Ну, ладно. Как скажешь. На этой кассете написано Мануэль. Так. Давайте посмотрим. Что мы тут нашли? У меня такое чувство, что мы сейчас увидим шокирующие кадры. Все-таки, как-никак. Если доктор восприняла исчезновение Перриса так легко, значит, она в нем и замешана. Как мне кажется. Так. Ну, давайте. Я так хочу увидеть, что там. Что там? Так, это у нас Тарамон. Не понял. А куда он его тащит-то? Что ты здесь делаешь? Пришла посмотреть. Вдруг ты помогаешь пациенту сбежать? Что? Что ты имеешь в виду? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Я очень жаль. Я не люблю насилие, но ты не оставляешь мне выбора. Тебе со мной не справиться. Нет, подожди. Я не собираюсь тебя сдавать. Мне просто очень нужно найти Мануэля Перриса. Он моя единственная надежда. Единственная надежда? Много лет назад Перрис ездил в одну экспедицию вместе с моим отцом. Теперь мой отец бесследно исчез. И я надеюсь, что Перрис сможет мне помочь разыскать его. Мануэль будет кому-то помогать? Ему самому требуется помощь. Почему? Потому что он... Не важно. Так ты действительно не причинишь ему вреда? Нет. Точно нет. Хорошо, я помогу тебе. Только не говори никому, иначе мне конец. Доктор шутить не станет. Доктор симпатичным человеком точно не выглядит. Но почему ты так говоришь? Ты ведь даже не знаешь, что они тут делают с Перрисом. Нет. Откуда мне знать? Его привезли сюда несколько месяцев назад по просьбе человека по имени Гартуза. Это он назначил здесь главный Шерлеруа. И вот тогда-то и начался весь этот кошмар. Позволь мне угадать. Опыты над людьми? Да. Откуда ты знаешь? Сейчас это не так важно. А ты знаешь, с чего они пытаются добиться этими опытами? Нет. Скорее всего, дело в том, что болезнь Мануэля очень особенная. Они привезли сюда ещё двоих пациентов, но те очень скоро отсюда исчезли. Это всё очень серьёзно. За последние несколько месяцев в это заведение вложили почти миллион долларов. Зарплату нам повысили в два раза одним махом. Только я считаю, что деньги далеко не всё. Главное – человеческая жизнь. Я хотел уволиться, но она сказала, ушёл от нас, ушёл отовсюду. Так что я слегка забеспокоился. Понимаю. Но мне очень нужно найти Переса. Чем больше проходит времени, тем меньше у меня уверенности, что мой отец… Хорошо, я помогу тебе. Перес скрывается в пещере недалеко отсюда. Только забрать ты его никуда не сможешь. Через пару часов я приду и позабочусь о нём. Здесь многие готовы нас укрыть. Хорошо. Будь осторожен, ладно? Да, ты тоже. Так. Ну, собственно, как я понимаю, мы пришли к Пересу. Но из того, что мы сейчас узнали, хорошего мало. Ну, будто на людьми это дело такое. Снова проскальзывают эсэсовские эксперименты. Так. В этой пещере относительно безопасно. И всё же я надеюсь, Рамон скоро заберёт отсюда Переса и как следует о нём позаботиться. Ну, понадеемся. Кстати говоря, Рамон такой, с виду, довольно серьёзный парнишка. Но, как оказалось, Нина испугалась и рассказала ему правду. И Рамон, собственно, поддержал её. Ну да, деньги всё-таки в жизни не главное. Так. Бедняга в ужасном состоянии. Даже если он не был сумасшедшим, когда его сюда привезли, вряд ли кому-то суждено вынести ужасное лечение Николь Шарли Руа без тяжёлых последствий. Ну, как бы там ни было, Нина, ты так говоришь, как будто ты её видела. Мы ведь даже не видели в лицо эту докторшу. Так. Вы Эммануэль Перес? Эй, вы меня понимаете? Я не знаю, понимает ли он меня. Но когда я назвала его по имени, он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Словно узнал меня. Эйвенк на Тунгуске отреагировал точно так же. Может, он действительно кого-то узнал? А именно, моего отца. Ну, ладно. Честно говоря, вот это мычание мне не нравится. Мне кажется, мы от него сейчас толком-то ничего и не узнаем. Что с вами делали в больнице? И самое главное, зачем? Что им от вас нужно? Кажется, эта тема его пугает. Видно, в больнице с ним делали что-то ужасное. Не стоит больше мучить его, даже если эта информация так важна для меня. Ну, как скажешь. Ну, насчет отца ты что-нибудь скажешь? Внятно. Мой отец исчез. Возможно, его похитили. Я считаю, что причина кроется в его прошлом. Вы столько лет работали с ним вместе. Вы не знаете, что такого важного могло произойти в прошлом, чтобы после стольких лет его похитили? Он явно хочет что-то мне сказать, но я не понимаю, что. Блин. Так. Насчет Тунгуска, я так понимаю, тоже спрашивать бестолку. Что произошло тогда во время экспедиции на Тунгуску? Попытайтесь вспомнить. Это очень важно. Ни- 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 ни. Либо он ничего не помнит, либо не желает об этом говорить. Так. Ну ладно. собственно говоря ничего хорошего то мы не узнали так давай с тобой поговорим вы ничего важно хочу хорошо так вот у нас тоже не особо разговорчивый парнишка давайте заберем наш портрет возьму-ка я портрет с собой художник совершенно четко отобразил в чем именно за длинный вряд ли он тебе скажешь у нас здесь кстати говоря угли угли все еще вряд ли он теперь так слушаю у нас же так а вот если вот так нет у нас кстати говоря вот этот товарищ рисовал углями давайте-ка мне не знаю давай дадим пересу угли может быть он ставить нам сможет написать может перес сумеет как-нибудь изложить свои мысли на бумаге ведь выразить их словами он явно не в состоянии стоит попробовать перес нарисовал какой-то знак понятия не имея что он означает но это явно не просто каракули знак нарисован очень четко и линии такие прямые словно их проводили по линейке и так остается один вопрос чем это может мне помочь пошли максу сообщение и фотографию этого знака может у него появится какие-нибудь идеи ну ладно моран же должен быть где-то поблизости если он еще жив надеюсь местные жители помогут мне его найти хорошо судя по всему наше приключение на кубе подошло к концу и теперь мы играем в роли макса напоминаю макс у нас сейчас находится в ирландии небо у нас пасмурное солнечная погода видимо не предвидится мотоцикл который я взял на прокат в аэропорту у нас тоже любитель мотоциклов прям как ни на верхний знак указывает на ограничение скорости до 30 а нижний предупреждает о том что впереди опасный участок дороги этот щит очень хорошо закреплен но конечно не понимаю зачем нам брать этот знак кстати что она здесь вообще есть вывеска жестяная вывеска с рекламой морских экскурсий на остров хотя в такую погоду никаких экскурсий быть не может ну ладно берем так что у нас вообще здесь еще есть так так понятия не имею что это за герб берем все пригодится здесь вывешивают ежедневное меню но тут ничего нет либо повар заболел либо у них сейчас пост может просто забыли в такую погоду тем более пойдешь ты вывешивать я пошел пример так ладно я как напоминаю всем телезрителям в этой игре мы соберем весь мусор это вполне логично для данной игры так что вы не думайте так у нас здесь лодка выглядит не слишком надежно с другой стороны известный пират пинсель или кто-то в этом роде избороздил все карибское море на такой лоханки были такие вода сверху вода снизу от жажды они тут точно не умрут я конечно и так уже промок насквозь но все равно прыгать туда не буду у нас вообще кстати говоря экстремал дождь про ливной идет а ты не боишься вот так вот взять простудиться там или еще что то то есть ты себя как-то пафосно очень ведешь камень исключительные характеристики отсутствуют берем вряд ли кто-то заметит его отсутствие поэтому мы его берем нас горьку пил уважаемый неплохая коллекция надеюсь их все опустошили не за один день не знаю должно быть это его сегодняшний улов так стыборем одну а вы сами всю эту рыбу не сидите правда вы о моем здоровье беспокойтесь или рыбу просите ну если честно берите не стесняйтесь я еще наловлю огромное спасибо хорошо собственно говоря щедро у нас рыбачок вообще-то ему достаточно один раз опустить лицо в воду и как следует выдохнуть тогда вся рыба просто всплывет к верху брюхом пьяная ну ладно как скажешь судя по всему это он у нас здесь выпьем так дверь на двери амбарный замок жаль так с ним поговорим приветствую что это вы рыбачите в такую погоду вы вообще ничего не знаете о рыбалке про нет вообще то что потому что в такую погоду всегда самый лучший клев видите ведро это мой улов всего за три часа даже если бы мне удалось за три часа поймать 30 жареных куропаток и 20 поросят с яблоками во рту я бы ни за что не стал добровольно сидеть на улице в такую погоду ну хорошо что ты это еще слух не сказал чтобы тебя сейчас в воду бы кинули там бы и оставили моранджи это напоминает еще один участник экспедиции владимира коленкова собственно отца нины так давайте спросим может быть он что-нибудь о нем знает я ищу человека по имени моранджи вы можете мне помочь конечно старик живет вон там на своем острове о отлично большое спасибо а как туда добраться туда ходит паром а мост есть не моста никакого нет и ни одно судно в такую погоду никуда не отправится ну ладно и ну в принципе нам надо очень туда попасть поэтому может быть это его лодка давайте спросим может он нам одолжит и рыбу то он все равно дал лодка вон там она ваша да можно мне ее одолжить на секундочку ваще то сейчас она мне не очень нужна если вы окажете мне одну услугу конечно какую ко мне утром заходил мой приятель стивен и опять без виски вы хотите чтобы я достал для вас виски почему бы вам просто не купить его в баре за углом а почему вам просто не перебраться на остров вплавь тоже верно и так договорились лодку за виски да думаю так будет честно ну окей так насчет двери ты чего не знаешь там в утесе дверь вы не знаете куда она ведет в погреб паба старинные стиви туда можно как-нибудь попасть вот даже не представляете себе сколько раз я уже пытался это сделать в этом погребе виски столько что мне бы на год хватило только этот о браин старый скупердей постоянно держит его под замком он все время говорит что настоящий бармен просто так выпивку не раздает раньше мы менялись рыба на виски но однажды в ящик с рыбой попала копченая селедка он вышел из себя и теперь постоянно орет что-то покупной рыбе хотя никто особенно не пострадал ну ладно хотя ты у нас как я понимаю заядлый такой алкоголик если уже свой улов обмениваешь на выпивку тогда хорошего клёва спасибо так ну ладно как я понимаю чтобы достать лодку чтобы доплыть до нашего уважаемого товарища которого мы ищем нам надо разжиться алкоголем опять чайка добрый день чайка хочешь и хочешь так кстати ну ничего тут не можем в принципе давайте попробуем с камнем нет с этим нет чтобы я не собирался делать с этой рыбой это надо делать быстрее она уже начинает вонять ну ладно так ну ладно так зайдем в папу о ни одного свободного места может надо было заказать столик заранее ты прикалываешься я понимаю есть только один человек сидит как я понимаю уже выпил горькой он на вид совсем бухой я бы просто сказал пьяный ну ладно тебе виднее у нас эксперт по алкоголизму тепло и приятно хорошо конечно я могу встать напротив и высушить свою мокрую одежду но меня тут же попросит уйти так что никакого смысла в этом нет да ладно в принципе то и тут второй человек в заведении чего бы тебя попросили уйти бокал обыкновенный оловянный бокал берем пожалуй возьму бокал себе этому милому господину он явно уже не нужен а был ли нужен вообще если он уже в таком состоянии вряд ли он бил из бокала ключ ключ берем можно на секунду одолжить у вас ключ нет нужен у всего на пять минут нет разговоры мне здесь явно не помогут пора начать действовать давай ну ладно ну собственно тебя есть бокал лучший друг бармена не хочу лишать бармена его лучшего друга ну ладно ты у нас макс судя по всему такой более милый человек чем не на ничего не разрушаешь никого не хочешь обижать ну ладно давай поговорим с тобой бармен куда ты пошел то похоже он сам себе лучший посетитель да и вообще единственный свой посетитель по крайней мере из тех кто еще в состоянии стоять на ногах ну ты к нему зашел ты тоже как посетитель автоматически приветствую отличная погода сегодня не правда ли что льет ведь как из ведра это была шутка да очень смешно нет ну я думал что смешно хорошо хоть слух не сказал опять же напоминаю то что идет курсивом это мысли персонажа не его речь так насчет пара морэнжи на первый слог ударение я ищу человека по имени морэнжи рад за вас я хотел сказать вы не подскажите мне как его найти если вы о старике кене морэнжи он живет на своем острове на острове а как туда добраться спросите у фоули он наверняка сейчас рыбачит где-нибудь на берегу ну ничего нового ты нам не сказал так насчет погреба как мне попасть в погреб возьмите ключ откройте дверь и зайдите внутрь это каждый может сделать даже такой как вы если конечно у него есть нужный ключ а вы остряк да ага остряк самоучка да блин мне этот тип уже очень не нравится так насчет того гражданина давайте спросим и часто ваши клиенты засыпают за столом конечно но с клаусом все особенно сложно потому что если уж он заснул разбудить его практически невозможно но ведь есть какой-то способ конечно поставить что-нибудь съедобное прямо у него под носом и тогда он проснется если ему понравится еда скорее всего проснется а что он любит он был моряком он не ест ничего кроме рыбы но честно говоря я всегда рад если он засыпает потому что тогда мне не приходится выслушивать в сотый раз одни и те же морские истории как ты здесь пустовато ничего нормально у вас всегда так мало посетителей некоторые из постоянных клиентов умерли а для тех что с улицы пока еще рано с улицы водители грузовиков которые везут товар на рынок в соседние деревни время от времени они сюда заезжают выпивают от трех до дюжины порции виски и едут себя дальше от трех до дюжины порции виски но я так и сказал и как часто они сюда заезжают каждый день привозят фрукты и овощи никак не пойму кому все это нужно если есть овощные консервы ну как бы свежая то она всегда приятнее ну круто да у нас здесь водители приезжают выпивают и дальше едут бухи круто что сказать ирландия так виски ты можешь нам дать виски дайте бутылку виски сколько она стоит для вас тысячу даже не хочу спрашивать в какой валюте вряд ли ответ мне понравится не понравится вам разве не нужны деньги конечно тысяча очень неплохие деньги несколько дороговато вам не кажется специальная цена со скидкой только для друзей не пойму почему но моя склонность к агрессии растет с космической скоростью если я не возьму себя в руки я могу сделать что-нибудь о чем потом пожалею приятно было поболтать заходите еще нет у нас вообще мутный тип так знаешь сейчас камнем порожи дать бокал тебе разбить точнее лучше так взять бокал разбить тебе в голову тысячу за бутылку это же офигеть а сейчас там окажется вообще какой-нибудь разбавленный самогон в лучшем случае перемешку таким соком яблочным мне незачем это сушить предыдущий владелицы так уже постарался на славу в бокале ничего не осталось зачем ты хочешь что-то делать с этим я воспользуюсь вашим камином и поджарю в нем себе рыбу уверен у вас это лучше получается но вы ведь сейчас очень заняты да конечно да делайте что хотите это те вообще пофигу да сейчас бухаешь целыми днями вообще делайте что хотите чё ж ты мне ключ не даешь взять козел окровенно говоря мне не за так ладно вот бы узнать как дела у нины только не хочется ее отвлекать вдруг она занята чем-то важным ну по идее она тебе сообщение отправила мой сотовый со всякими разными ты не хочешь да видимо смотреть так что там у нас рыба рыба на металлическом щите можно подавать металл слишком горячий ну блин флаг сделан из синтетики и скорее всего сгорит очень быстро ну что ж с тобой не так то а так нам может быть что-то нужно с этим знаком сделать так нет мотоцикл зачем ну офигеть сейчас кто проедет то все летальный исход туда там на скорости хотя бы не 30 но 60 90 где по такой дороге хрен разгонишься хотя разогнаться не проблема ехать ровно большая проблема вот что таки напишешь сходим ты ничего еще подскажешь все еще клюет да ты не хочешь срочно больше говорить больше ничего 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 мы можем сделать даже не знаю что дальше-то я закрыл дорожный знак флагом ну ладно зайдем еще так если бы сделал но макс тебе видней не хочешь не хочешь не хочешь ну как хочешь так так металл слишком горячий так здесь то мы так так ну у нас видите какой бал бар очень ограниченный дальше пройти мы не можем так да ладно блин а что дальше то делать я я зак ну ты молодец ну ты молодец конечно ну ты молодец 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 да да так гони лимон надеюсь ты сейчас его за тысячу то нам не будешь продавать у вас нет лимонов я полагаю мои поздравления вы очень догадливы и что же я могу сделать для клауса да он не хочет есть рыбу без лимона ну достаньте где нибудь лимон и может быть я даже порежу его для вас я вас люблю приятно было поболтать заходите еще ну блин уже попадаются такие люди так он проснулся но еще совсем бухой так он нам что-нибудь может сказать как вы себя чувствуете лучше видимо для некоторых людей не имеет значения спят они или бодрствуют их навыки общения всегда на высоте ну да прям диктор четкость звука такая ну четкость речи четкость звука блин хочу скажу так верхний знак указ этот щит я не знаю я не знаю я не знаю что у тебя есть лимон мало ли все еще клюет да если ну ладно так набираем ну 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 блин что делать а ребята что делать вон едет грузовик с товаром вон может водитель зайдет сюда и составит вам компанию который вам так не хватает у у у о водитель должно быть совсем новичок дороги не знает и знаки не видит ох уж мне это современная молодежь надеюсь не случилось ничего плохого надо бы узнать что с водителем блин ну мы сейчас устроили диверсию мне повезло кажется водитель грузовика успел вовремя повернуть я бы никогда не простил себе если бы с ним что-то случилось а он уехал ну ладно а он у нас оставил ящик на дороге хорошо сейчас по дуновению судьбы там окажется лимоны ящик с фруктами и овощами должно быть упал с грузовика когда его здесь занесло только самые полезные овощи и фрукты если мне повезет здесь окажется и лимон ну да по дуновению судьбы нам повезло ящик с фруктами лимон здесь оказался давай режь лимон уже вот можете дать это вашему красноречивому посетителю если конечно найдете для этого время он будет доволен и надеюсь хотя бы на какое-то время заткнется ну ладно противный это тип я бы сказал ладно ну ладно а ты еще с ним решили вот тебе твой лимон давно пора садись давай вместе выпьем никогда и ни за что не стоит ждать от людей благодарности ну ладно так если я подменю бокалы не хочу а так руки прочь черт он видит ключ даже оттуда от стой что делать то а а мы вот что сейчас делаем очередная диверсия и и чего тепло и зачем мы это сделали я думал мы потушим вода полностью испарилась осталось только соль ну хорошо посолим твои виски будем надеяться бармен ничего не заметит если это сделать быстро и осторожно посмотрим почувствует ли он разницу слушай клаус пока я смотрел как ты тут ешь я и сам успел проголодаться пойду схожу за виски виски это все таки не еда алкашня зачем алкашня вообще бар чтобы перед другими алкашами выпендриваться давай оп что вкусно да видимо вкусно похоже он все таки заметил разницу ну ладно не хочу ну ты там давай пока приводи себя в порядок одно ясно эта задача ключевая сцена во всем нашим маленьком приключений ну ладно так дружок как вы себя чувствуете лучше? видимо для ну ладно тем не менее у нас есть ключ как я понимаю он отсюда как бы там ни было давайте на этом пока завершим нашу серию я думаю она вполне была богата на события вполне такая размеренная размеренная обстановочка то есть начинали на Кубе заканчиваем серию на Ирландии в Ирландии ну да ладно собственно собственно нравится видео ставьте пальцы вверх не нравится видео ставьте пальцы вниз пишите вообще в комментариях что вы думаете по поводу моего прохождения не только это вообще всех что сейчас идут на моем канале как бы там ни было подписывайтесь на канал если вам нравится всем всего хорошего с вами был Павел пока